Я уже увидел объявление и пишу чуваку Слушай, я возьму, только вот подержи пару нитков С тарелками сложнее, потому что их надо много В принципе, достаточно для того, чтобы классно что-то сыграть Даже только какие-то Он прям скрипя сердцем отдавал То есть он прям не хотел Прям вот так рассказывал, что вот такая тарелка, так мне нравится Но вот очень И возникло предложение купить барабанную установку Достаточно, ну, такую Я бы сказал, крутую Если конкретно, это легендарные барабаны Рубчика Александра Щиколева Барабанщика группы Уже прям солидно Рубч, шелое Такое вот прям Часть стоит здесь, часть лежит там Потому что она дома на весны Всем привет! Это Артур, А11 Студио Сегодня я хочу рассказать вам про то, как начинающему музыканту В частности барабанщику покупать хорошие инструменты Не секрет, что реально хорошие инструменты стоят достаточно дорого Очень дорого, особенно учитывая наш сегодняшний курс валют Все делается за рубежом Вот, но есть парочка рецептов, которые позволят Ну, может быть, не прям не сию секунду, не сразу, но через какое-то время купить Прям хороший инструмент Это касается и барабанных установок, и тарелок, и, в принципе, любого другого оборудования Которое так или иначе связано с деятельностью барабанщика Примерно два с половиной года назад, когда я начал заниматься Мне, в принципе, особо и не нужно было никаких инструментов Я ничего сильно не покупал Первый инструмент, о котором я задумался, чтобы купить себе лично Это был малый барабан Потому что я тогда еще ходил на репетиции в репетиционной точке И там все время все ушатанное, убитое И хотелось просто хотя бы малый барабан иметь свой Вот, я начал искать Самый простой способ – это авито Второй, самый популярный для меня лично способ – это профильные сообщества в ВКонтакте Самое популярное – это барабанда Ну, конкретно для меня Я там постоянно смотрю все И увидел малый барабан, который позиционировался как новый Ну, он на тот момент был фактически новым Это Yamaha Stage Custom Продавался он всего за 5000 рублей То есть он новый стоит в районе 10 тысяч Там, ну, 9, там, 9500, 10 Но там он был, ну, фактически новый за 5 И в тот момент я находился еще в Таиланде И я уже увидел объявление И пишу чуваку Слушай, я возьму, только вот подержи пару недель Вот, он подержал пару недель И вот первый инструмент, который я купил – это был малый барабан Опять же, тогда я вообще особо не понимал там, что со звуком Хороший он или нет То есть я купил, потому что это не самая бюджетная вроде как серия Что-то средненькое такое Вот, начал играть Ну и, в принципе, какое-то время он меня устраивал Сейчас я ищу ему замену Второй элемент, который я хотел себе покупать в то время, когда еще не было студии Это тарелки С тарелками сложнее, потому что их надо много То есть малый барабан он один Тарелок он тут кучей висит У меня это еще мало У некоторых барабанщиков, ну, реально больше Хотя, в принципе, достаточно для того, чтобы классно что-то сыграть Даже только хай-хета На той же самой барабанде я стал смотреть предложения И для меня было выходом купить целый сет тарелок То есть там чувак откуда-то из далекого города Продавал набор из пяти тарелок Я понимаю, что мне из них нужно только две Это Райт и Крэш Вот, кстати, вот он до сих пор у меня здесь висит Стоил этот сет 11 тысяч рублей То есть там был Райт Зилджин ЗБТ Тарелки хай-хет PST 5 Вот этот Крэш Майнл Классикс Чайна Зилджин, не помню, серии, по-моему, тоже ЗБТ была И какая-то сплэшка еще, по-моему, Майнл тоже была В итоге пять тарелок за 11 тысяч рублей Я посмотрел по комментариям, что люди пишут Блин, классный сет, отличная цена Ну и, соответственно, так как я вообще ничего не понимал Я решил довериться тем, кто там писал Потому что это в основном барабанщики И просто чуваку пишу, давай я куплю Заказал, и он прислал из своего города И вот самое интересное, одна из тарелок до сих пор У меня в студии, я на ней играю Не могу, опять же, сказать, что она меня сейчас устраивает То есть она достаточно такая, прям тяжелая, очень металлическая Но пока не поменял И это, кстати, один из советов Смотреть не только в Питере Ну и точнее даже, ну это я в Питере нахожусь Я смотрю в Питере Но если вы находитесь в своем городе Не обязательно только в своем городе смотреть То есть можно смотреть по всей России Предложения от ребят И никакой проблемы в том, чтобы отправить Что барабаны, что тарелки Что там какое-то другое оборудование нету То есть его очень хорошо все всегда запечатывают Ну, по крайней мере, мне так приходило Что хорошо и надежно там запаковано В разных городах я купил почти, ну не знаю Половину точно купил где-то не в Питере Крэш Сабиан Хенд Хаммеред Медиум Син Крэш 16 дюймов То есть это очень хорошая тарелка Прямо такая, ну не совсем топовая Но очень в хорошей серии Точно так же я смотрел на барабанде Всякие разные предложения Потому что хотелось купить какой-нибудь Крэш А, кстати, я даже не помню Я именно Крэш хотел купить или нет Но я увидел, что человек выставил эту тарелку По цене 7 тысяч рублей И люди стали также писать комментарии Что, ну, даром Ну, по сути То есть было понятно Тем, кто уже давно с барабанами Что это очень низкая цена Я чуваку пишу, все забираю К сожалению, это часто так бывает Что, ну, действительно там нужны деньги На квартиру там, по-моему, или еще на что-то И он прям, скрипя сердцем, отдавал То есть он прям не хотел Прям, ну так, рассказывал Что вот такая тарелка, так мне нравится Но вот очень нужны деньги Значит, ну вот этот Крэш Майно Классикс Я про него рассказал Он был в сете Все остальное, кстати, я продал То есть вот все тарелки, которые вот в том же сете были И которые мне были не нужны Я продал И на самом деле я купил все за 11 тысяч И мне кажется, что кроме вот этой тарелки Я все остальное тоже примерно за 11 тысячи продал Ну, там плюс-минус То есть как бы получилось так Что это чуть ли не бесплатная тарелка Вот И это большая, скажем так, выгода Покупать именно с этими тарелки Что можно то, что не нужно продать И получить даже какую-то, может быть, ну, не прибыль Но, скажем так, одну из тарелок Типа бесплатно Может, там совсем дешево она получится Значит, следующие тарелки, которые я купил Это вот эти вот хай-хэт Но я не буду снимать Но это Истанбул, Радиант Медиум, 14 дюймов Вот конкретно этот хай-хэт я купил по такому принципу Что у меня были PST-5 Медиум Они мне казались слишком металлические Я решил купить что-нибудь чуть дороже класса Но особо тоже не разбираясь вообще Ну, как бы в звуке То есть не слушая Просто я увидел объявление Это стоило 8 тысяч рублей, эти тарелки Я просто пишу, говорю Я готов купить Причем, кстати, по-моему, у чувака У которого я в свое время, год назад Малый барабан купил То есть, ну, через год Вот, типа, случайно Я у него еще и тарелки купил И они мне особо То есть я не могу сказать Что на тот момент мне они прям сильно нравились Они очень звонкие Такие яркие, звенит Вот Но сейчас со временем понимаю Что инструмент чуть повыше класса Ну, может быть, даже не чуть повыше Ну, как бы повыше класса Но он все-таки требует большего мастерства Большего умения То есть он более универсальный такой Ну, то есть более обширный, что ли, у него звук То есть получается так, что он Сейчас мне уже прям в некоторых моментах нравится Вот последняя тарелка, которую я покупал Это Тоже Sabian Это Ride Stage Серия AAX Stage Ride 20 дюймов Такой очень универсальный инструмент То есть она такая достаточно тяжелая Вполне мощная Я купил ее в Сочи То есть человек продавал Тоже по-хорошему Ну, на тот момент я уже стал понимать Более-менее Что за серии Чем они примерно отличаются Чем вообще отличаются тарелки Там какие-то стили там И так далее И вот эту тарелку я уже более-менее осознанно покупал То есть так, чтобы Она была максимально универсальна Чтобы она могла, ну, там, окрашиваться немножко Чтобы не звенела сильно Потому что до этого у меня был как раз X-Ride Zildjian ZBT Из вот этого сета Где вот этот был Crash и PST-5 Hi-Hat Вот Я абсолютно доволен вот этой тарелкой Я купил за 11 тысяч рублей И причем человек из Сочи Мне его прислал бесплатно То есть, ну, доставка была уже включена в цену То есть За такую серию Практически новый инструмент Прекрасная цена Касательно тарелок и вот малого барабана Рекомендации на самом деле Ну, какие можно выделить Что Не бояться покупать в других городах Вот Второе Не бояться брать бэушный инструмент Или какой-то бывший Ну, такой, типа Не новый Вот Потому что цена на него Как минимум в два раза дешевле будет Ну, так плюс-минус Но при этом инструмент Если Мы хорошо пользовались То есть Не убивали его там Люто Все это на фотографиях Все можно замечательно посмотреть Можно попросить снять видео со звуком Ну, как звучит То есть, чтобы понять вообще Подходит звук более-менее или нет Посмотреть обзоры На всяких порталах Типа Memphis Drum Shop Или Ну, еще каких-то полно на самом деле Ресурсов в Ютубе Где можно посмотреть Ну, точнее послушать звук В наушниках Как вообще это звучит Чтобы понять, подходит или нет Экспериментировать Потому что я, например, тоже Не сильно знал Вообще, что мне нравится Но купив Ну, практически наобум Наугад Несколько инструментов Я уже стал понимать Примерно, что мне нравится Какой звук Вот прям Подходит Какой не подходит И следующие тарелки Например, я буду уже покупать С таким Ну, пониманием Какой конкретно хочется звук Отдельно скажу про то Как я покупал барабан на установке И Интересный опыт Потому что На данный момент В студии находятся Две установки Первая, которую я покупал Вот от нее части Вот здесь в виде Теперь подставки Какое-то время Под ноутбук Там бочка стоит Тут том десятый Том двенадцатый В чехле малый барабан От нее То есть она такая Вся уже По разным частям И вот Новая Там и Старклассик Ну, новая она Потому что Вот я ее только купил На самом деле она не сильно новая Но В таком фееричном Классном цвете И тоже она Как бы Часть стоит здесь Часть лежит там Потому что Она У нее томы навесные Ну, как бы Навесные А мне не на что Их вешать То есть раньше В старой установке Было так, что Здесь была дырка Там стояли эти Ну, прям Сюда вешались Эти томы А сейчас здесь Дырки нет Нужно покупать Специальные клэмпы Или специальную стойку Я пока еще не купил Вот они пока Там стоят Тоже жду Своего времени Когда я сюда поставил Как только я купил Малый барабан Одновременно с этим Пришла идея Построить свою студию То есть на этом Малом барабане Я ни разу Нигде кроме студии Не играл Хотя я купил его Специально для того Чтобы ездить По студиям По другим И играть В итоге купил Он у меня постоял Кое-то время Потом я построил студию Привез и уже Начал играть Здесь Так вот Значит Как я купил Барабанную установку Абсолютно таким же Простым способом Я начал искать Предложения На портале Барабанда И на портале Авито Но в данной В данной Вот именно Касательно барабанной Установки я нашел Именно на Авито Объявление Ребята продавали Там Империал Стар То есть Ну она такая Конечно Не новая Но в полном Комплекте То есть Там были Вот Раз Два Три Три стойки Десятый Двенадцатый Шестнадцатый И бочка И еще Малый барабан Все Да Опять получается Педаль И стул Вот такой Старенький Но Тоже был И помимо этого Еще было Тарелок Тоже наверное Вот Хайхэт Крэш Райт Был И по-моему Еще один Крэш Райт Какой-то Еще целый Набор тарелок Был Вот Я весь этот набор То есть он Продавался за Тридцать пять тысяч Рублей Я смотрю Думаю Ну в принципе Мне как раз Я так как особо Новичок Мне сильно Дорогая не нужна Я пишу Давайте возьму Сегодня за тридцать И чувак Отвечает Ну да Давайте Приезжайте Посмотрите Я приехал И ребята По факту Почему они Продавали Потому что Они работали В прокатной Компании И имели Возможность Репетировать На очень хорошем Оборудовании При этом Ну как бы Свое Которое у них Стояло дома Оно им просто Не нужно было То есть Установка просто Стояла И в итоге Я купил Полный набор Потом я Часть этих тарелок Продал Которые были Потому что у меня Уже там Ну некоторая часть была Там потому что Совсем бюджетненькие были И получилось так Что ну суммарно Наверное установка У меня стоила Там 23 тысячи рублей Наверное В полном Реально комплекте Причем не самая Бюджетная Ну такая она Как бы бюджетная Но не вообще Не самая там Дешманская Вот Я на ней отыграл Получается Целый год Даже больше Ну пластики Поменял Понятное дело Вот Абсолютно доволен То есть Получилось так Что купил Очень недорого В полном комплекте Часть комплекта Потом этого продал И Вообще идеально И не постеснялся Скидку спросить То есть Это тоже нормальная тема Даже большинство Из того Что я покупал Ну кроме Может быть Вот этой тарелки Которая и так Дешево продавалась Я прям просил скидок Ну типа Там стоит цена Я там Процентов 10-15 Беру ниже И пишу Готов купить Вот за это Некоторые Реально сразу соглашаются Ну видно Кому надо Быстрее продать Некоторые говорят И так дешево И прям Не соглашаются Некоторые там Как-то Компромисс какой-то Находим По-разному Вот Инструменты Если хорошие Вот например Я тут малый барабан Смотрю Там Астерклассик Тоже Месяца 3 Наверное 4 назад Я уже что-то Стал задумываться Что хотелось бы Какую-то получше Уже установку Если особенно Туде звукозаписи Здесь развивать Или что-то Ну там С ребятами Записывать Или Вот то Чем я сейчас Начал заниматься Делать мастер-класс Профессиональных Барабанщиков Здесь в Питере То Конечно Хотелось бы Уже что-то Более солидное Такая интересная Необычная ситуация Сегодня Занимались В студии С преподавателем С Пашей Лохниным И Возникло Предложение Купить барабанную Установку Достаточно Ну такую Ну я бы сказал Крутую Вообще Отличная Отличная Установка Если конкретно Это Легендарные Барабаны Поручика Александра Щеглева Барабанщика Группы Король и Шут Вот И вот прямо сейчас Мы едем В общем-то За Этой установкой Ее покупать И привозить В студию Поэтому Следите Скоро все Увидите Узнаете А я ее видел Она стоила Ну прям Очень дорого На сайте Вот том же Барабанде Прямо Сильно дорого Ну Паша Такой говорит Ча Ну вот я готов Тебе цену Сделать Очень хорошую Учитывая Что это Топовый инструмент Это Тама Старклассик То есть Причем Я так понимаю Не знаю Вот тут могу ошибаться Но На шильдах Написано Там Драмс Джапан Есть предположение Что она реально В Японии Сделана Мы ее Оперативника Поехали Купили То есть В таком Формате Приключения Позвонили Сейчас Приедем Приехали Забрали И вот Она Уже Здесь Так Друзья Привет Еще раз Так Вот Они Те самые Барабаны За которыми Мы так Активно Ехали Всем привет Приятной Игры Спасибо Спасибо У нас все Получилось Да Мы Смогли Итак Ну вот В общем-то Завершение Нашей Спецоперации Тама Старклассик Приехала В студию Скорую Поставим Будем Настраивать Как вы Видите Здесь Ну у меня Стоит Только бочка И два Напольника Потому что Тама Они Ну как бы Подвесные А мне Их не на что Вешать То есть Ну надо Купить Клэмп Ну как Мультиклэмп Я даже не знаю Как это еще Называется То есть Либо Клэмп К стойке Который Крепится И в него Втыкается Либо Прямо Отдельную Стойку Чисто Чтобы на ней Висел Том Там Один Или два Тут Зависит От На самом деле Расположения Барабанов Как мне Удобно Как хочется Чтобы было Я пока Еще Не знаю Не определился Вот Эта установка Теперь Здесь И Как Паша Говорит Преподаватель Мой Паша Лехниншет Легендарную Установку Делала Эту установку Для него На заказ То есть Она прям Вот конкретно Под него Делалась Получил Какое-то время На ней играл Пока не стал Эндорсером Ямахи Насколько я понял Тоже через Некоторое количество Лет Ямаха Ну либо Его перекупил Либо он сам Перешел Тут Не знаю На тайме Он перестал играть И соответственно Она как-то Пошла по рукам И вот Пришла Ко мне Я очень рад Потому что Она и очень Красивая И это Тома Старклассик То есть Очень добротно Сделано То есть Ну по сравнению С той бюджетникой Где вот Пластиковые обода Такие были Там все такое Как бы простое Тут уже прям Солидно Все так Трогаешь Тяжелое Такое прям Ну очень приятно Приятно И из того Что она такая Нестандартная То есть Ну помимо Просто цвета Вот эта фурнитура Которая вот Ну сверху Там вот эти все Она такого Не ярко матового Цвета Глянцевого А такого То ли графитового То ли какого-то Серенького То есть На самом деле Шикарно выглядит Вот Пока мы ее не настраивали Но Она уже в принципе Я так поиграл По томам По бочке То конечно Звучит Очень ярко Насыщенно Так прям Мощно Плотно Так И кратенько Еще расскажу Про такой дополнительный Став Который у меня есть Как я покупал То есть Для барабанов Обязательно Нужны микрофоны Которые подзвучивают Ну вот Для звукозаписи Я наушники слушаю Мне удобнее играть В наушниках Слушать Ну как бы Не просто голый звук А все-таки Через микрофоны Так вот Нужно много микрофонов Сразу купить То есть Это и оверхеды Две штуки На том И тут все микрофоны На бочку Особенно Когда не очень Хватает денег Но хочется Купить хороший Реальный инструмент То есть Можно как бы Ну не инструмент А микрофон То есть Можно купить Первый вариант Очень простой Дешевый Китайский набор Сразу набор Там тысяч за десять И ну в целом Для там Новичка Для начала Этого хватит Но я решил Покупать сразу Более-менее Хорошие И стал покупать Микрофоны АКГ И конкретно Вот начал с того Что были микрофоны Д-40 Вот этот весь набор Я купил Реально по раздельности По одному микрофону Вообще отдельно То есть Я один микрофон У одного купил Вот я помню Это было Вот этот Д-40 Один микрофон Потом Я купил Для бочки Микрофон Д-112 Это классик Ну такой Типа классический Микрофон Один из лучших Для подзвучивания Бас-барабана Потом Я купил Один оверхед Потом купил Второй Такой же оверхед Потом я увидел Объявление Что человек Продает Ну как бы Набор Но мне из этого набора Нужно было Только три микрофона Я ему пишу Говорит Давай продай мне Только три микрофона Это такие же Д-40 И Он мне их купил Я у него Еще купил кейс То есть Получилось Короче Что я За Ну практически год Покупая Раздельные микрофоны Собрал целый набор Но Даже больше На один микрофон Чем набор Вот И это Вот такой полный набор Если новый Покупать стоит Около 50 тысяч рублей Ну так Трудно посчитать За сколько мне обошлось Но мне кажется Что где-то Тысяч за 25 Наверное Ну максимум Вот это все вместе Я собрал И теперь Есть такой целый набор Для подзвучивания Еще один Вариант Где можно покупать Хорошие инструменты Или там Вот Оборудование Недорого Относительно Недорого Это Зарубежные порталы То есть Вот Самый популярный Ну не знаю Для барабанщиков Ну в принципе Мне кажется Для всех музыкантов Это немецкий Интернет-магазин Томан Ну вот конкретно Я там купил Цифровой микшер Behringer XR18 Вот он там стоит Ровно столько же стоил Вот вообще Один в один Что купить Здесь бэушный То есть Понятно Что там Как бы он В принципе дешевле Ну плюс Есть стоимость Доставки его сюда Но те Кто покупали его В России Например То есть я купил Его за 25 тысяч рублей По-моему Нет С доставкой Может быть 27 Вот Но в России Он стоил Типа 36 или 38 Что-то такое И бэушный Его продавали Вот Ну в состоянии Там Относительно нового За 30 То есть я купил На этом Томане Дешевле Чем просто В России Продавали Вот И я там Много чего смотрю То есть там На самом деле Выгодно покупать Если прям Много чего-то набрать Там не знаю Пластиков там Каких-нибудь Там не знаю Микрофонов Еще что-то Чтобы Чтобы доставка Была одна Чтобы не платить За каждую Отдельную деталь Доставки А как-то комплексно Либо скопироваться Я знаю Истории Когда Прямо барабанщики Несколько там Барабанщиков Им каждому Что-то надо Они собираются Скопом И покупают Сейчас Есть проблема В том Что таможенное Ограничение Было Тысяча евро По-моему Сейчас станет Или стало Уже 500 евро То есть тут Вот Есть момент Что на таможне Могут тормознуть Но при этом Как бы Как что-то мелочь Какую-то Можно покупать Также Еще есть портал Такой под названием eBay Я думаю Все знают eBay Это Такая Комиссионка Международная Вот Там тоже Многие ребята Покупают И инструменты И тарелки И там И микшеры В общем Там есть все Конечно же Там тоже Нужно проявлять Внимательность Запрашивать Фотографии Запрашивать Какие-то видео Как-то Чего-то В общем Осознанно Выбирать Не просто Там наобум Вроде Цена хорошая Покупать Вот Но на eBay Я еще ничего Пока не покупал То есть Из инструментов Поэтому Пока пользуюсь Большей степени Все-таки Местными Какими-то Порталами Это авито И барабанда Вот Самая популярная Продаю Кстати там же Ну продаю В основном Только на барабанде Потому что Там собраны Прям все Барабанщики Многие Там большой портал И Достаточно Быстро Уходят То есть Если адекватная Цена То Быстро Забирают Я всем Желаю Покупать Классные инструменты По замечательной цене В любом количестве В каком Вы хотите Если будут Какие-то вопросы Как покупал Я Как Может быть Вы хотите получить Дополнительную рекомендацию По каким-то Конкретным сайтам Не знаю Потом он Тому же Или там На барабанде Или еще Чему-то Напишите Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Колокольчики Пишите вопросы Мне очень хочется Чтобы вы задавали Их Хочется отвечать Потому что Ну Накопился Достаточно Большой Такой опыт Всякого Разного Спасибо За то Что смотрите До новых встреч До новых встреч До новых встреч